Добрый вечер! В приоритете развития малого и среднего бизнеса. Вице-премьер Беларуси Петр Прокопович дал название трёмки там, на которые должны ориентироваться предприниматели. Завоевание внутреннего рынка, создание условий для наращивания экспорта и минимизации импорта. Агроэкотуризм по-белорусски, чистый воздух, толерантность белорусского народа, приемлемые цены, а главное – уникальная природа. Всё это, безусловно, притягивает гостей за рубежа и делает сельский туризм настоящей жемчужиной и визитной карточкой «синёкой». Табак приносит вред телу, разрушает разум, оглупляет целые нации. Беларусь сегодня говорит «нет курению». Последние звоноки, школьные уроки остались позади. Впереди уроки жизни. На Бречене прозвучали мелодии школьного вальса, выпускники прощаются со школой. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Завоевание внутреннего рынка, создание условий для наращивания экспорта и минимизации импорта. Три кита, на которых должен стоять малый и средний бизнес Беларуси. Вице-премьер Петр Прокопович провел семинар совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с представителями республиканских органов государственного управления, руководителями Минского городского и областных исполкомов, горроисполкомов и Совета по развитию предпринимательства Брестской области. Своеобразная учеба проходила на базе Кобринского района. Лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать. Эту пословицу сегодня понимают буквально и представляют свой товар. И услуги лицом в Кобринском райисполкоме подготовились к визиту Петра Прокоповича основательно. Выставка фойе Дворца культуры показала, что в Брестской области, в том числе и кабринчанам, есть что показать касаемо предпринимательства. Представленный широкий спектр товаров и услуг малого и среднего бизнеса продемонстрировал, что на месте столь значимый сегмент экономики не стоит. В Брестском регионе насчитывается порядка 11 тысяч микро- и малых организаций, около 35 тысяч индивидуальных предпринимателей. За 2013 год субъектами малого бизнеса создано более 14 тысяч рабочих мест. На долю предпринимательства в Брестской области приходится чуть более 15% объема производства продукции, 17% внешнеторгового оборота, но цифры эти могли бы быть и значительнее. Средний показатель в республике. По всем показателям Брестская область на среднем уровне республики. К сожалению, не передовые. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы Брестская область была не третья, а четвертая в республике, а была первая, в том числе в развитии малого и среднего бизнеса. Сегодня в государстве делается все возможное, чтобы помочь и поддержать именно малый и средний бизнес. Преференции и льготы, предоставленные сегодня предпринимателям, позволяют двигаться вперед. Но, конечно, человек так устроен, что хочется большего. Инициатива сегодня не наказуема. Она приветствуется. Но ее инициативу следует направлять на внутренний рынок своей страны. Поддерживать экономику своего государства. Импорт по мере возможности нужно заменять белорусской продукцией. Особенно это касается непродовольственных товаров, которые составляют практически половину импорта. Все это легкая промышленность страны может делать сама. Поэтому задача малого и среднего бизнеса, во-первых, завоевать свой внутренний рынок, а во-вторых, создать условия для наращивания экспорта. Эта часть бизнеса сегодня занимает одну четверть всего внутреннего валового продукта. У них работает уже более полутора миллионов человек. И это то направление, которое может наиболее быстро развиваться, наиболее эффективно. Потому что они очень мобильные, они очень хорошо чувствуют рынок, потребности. И поэтому наша задача всячески помогать и поддерживать малый и средний бизнес, чтобы решать те задачи, которые у нас стоят в области экономики. Внимательное отношение к малому и среднему бизнесу обосновано. Он мобилен. Руководители чувствуют рынок и его потребности. Идут даже не в ногу со временем, а опережая его, а потому он быстро и эффективно развивается. Но получая собственную прибыль, сегодня необходимо задумываться и о государственных интересах. Товары и услуги от белорусского производителя нужно наращивать. Так поступают многие, но пока не все. Частный бизнес это подразумеваем под тем, что предприятие небольшое, оно мобильное. Оно может очень быстро развернуться, очень быстро свернуться и очень быстро пристроиться к рынку. И к тем, значит, востребованности того товара, который сегодня необходим на рынке. Естественно, это проще, чем как в свое время было заводы гигантомании. Там уж на объединение, там единое экономическое пространство. Собираетесь выйти или вы уже там? Очень хорошо, очень хорошо. В том плане, что, вот я вам скажу честно, естественно, покупая сырье, потому что в Республике Беларусь сырье не производится, значит, мы вынуждены были на Западе покупать, на Украине покупать. И сегодня мы, учитывая ценовой фактор, что на России курс рубля немножко был меньше, и мы перешли работать с Россией, с Москвой по поставке сырья. Я очень доволен. В том плане, что если деньги поступили им в течение суток, у меня машина уже на территории, а таких машин в месяц мне надо 10 фур. И никаких проблем. Вы знаете, ну, просто мне очень приятно работать с Россией. Я никогда не ожидал, что россияне могут так оперативно работать. У нас население жизненный уровень увеличивается, и получается такой вот парадокс. Мы увеличиваем доходы населения, но, учитывая, что не хватает белорусских товаров и услуг, вынуждены все время увеличивать импорт. И тем самым поддерживаем другие страны, других производителей, и вывозим валюту из страны. Поэтому задача малого и среднего бизнеса – завоевать белорусский рынок, производить ту продукцию, которая нужна нашему населению, и те услуги, которые нужны здесь. И тем самым по максимуму связывать деньги населению. О наращивании производства товаров и услуг, о создании конкурентоспособных предприятий малого и среднего бизнеса шел разговор при посещении объектов Кобринщины. Предпринимателям сегодня по силам, отмечал неоднократно вице-премьер, производить не 25% внутреннего валового продукта, а минимум 50%. Для этого есть все возможности, особенно там, где есть собственное сырье, собственные материалы и кадры, которые могут конкурировать с любым иностранным производителем. И 222-й указ главы государства лишь подтолкнул бизнесменов к действию. 222-й указ, он для предпринимателей, он хорош, он прогрессивный. Самое главное надо, я куда что не чувствую, что нет обоюбного движения друг к другу, предприниматели не хотят послушаться к власти, а власть старается, чтобы их услышали, но с той стороны снова не слышать. Поэтому этот указ, наоборот, дает определенную свободу действий. Но посмотрите, раньше был запрет, сейчас он может взять 2-3 человека, взять по найму, таким образом немножко себя освободить для других целей. Это первое. Второе, сделан очень большой временной лаг по реализации своей продукции, захватом мы начала 15-го года, это тоже очень большой лаг. И третье, мы на местах стараемся сейчас все сделать, чтобы открыть те оптовые рынки, о которых говорят и предприниматели о том, что, мол, нельзя купить тот или другой товар и так далее. Поэтому мы у себя в области эту проблему решаем. Сейчас подошел такой момент, что да, они в состоянии, мы сами легкая промышленность, поднять до такого уровня, чтобы наш товар был конкурентоспособным к тому товару, что они берут в Российской Федерации, турецкий, китайский и так далее и тому подобное. Это раз. Второе, кто выиграет, значит, легкая промышленность выиграет в этом отношении, правильно? Выиграет потребитель. Почему? Потому что ему будут товар предоставлять какой? Безопасный и качественный, если он прошел техническую регламентацию. И выиграет и предприниматель. Но он сейчас еще не чувствует, по той причине, да, что такое взять товар у своего производителя. Он уже будет нести ответственность за качество и за безопасность. На Брещене уже сложился целый класс солидных бизнесменов. Задача одна – помочь им создавать больше новых предприятий и производства, ориентируясь на привлечение белорусского капитала, не забывая про иностранные инвестиции. Именно малый и средний бизнес привлекают иностранный капитал более эффективно. Они реализуют совместно с иностранными компаниями проекты. Им нужны не такие большие суммы инвестиций, как крупным предприятиям. Однако в сумме количество инвестиций малых и средних предприятий даст больше, чем крупные предприятия. Поэтому льготное кредитование для малого и среднего предпринимательства необходимо как воздух. Были вопросы. Сегодня на уровне президента они решаются. Одна из главных проблем, то, что сегодня тормозит более быстрое развитие малого и среднего бизнеса – это дорогие кредиты белорусских рублях. Здесь первый шаг сделан, и кредиты они получили возможность получать в иностранной валюте. Это уже намного дешевле и лучше. Но этого недостаточно. Поэтому работа будет вести в таком направлении, чтобы постепенно снижать возможность по получению кредитов доступных и белорусских рублях. Это поможет более активно развиваться малого и среднего бизнеса. Именно в первую очередь для развития малого и среднего бизнеса. Потому что крупные предприятия не получают охоты, им по взрослым программам ориентируют процентные ставки, бюджет берут на северосходы, а малый и средний бизнес этим пока не пользуется. И поэтому надо в первую очередь решить так, чтобы кредитные ресурсы были доступны. Вице-премьерам уже на пленарном заседании было дано поручение руководителям областной вертикали активизировать работы по оказанию финансовой поддержки предпринимателям. Петр Прокопович подчеркнул, что у Брестской области есть все резервы для успешного развития малого и среднего предпринимательства. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Агроэкотуризм – один из самых популярных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит привлекают гостей не только из Беларуси, но и из других стран мира. Ежегодно во второй половине мая проходит День открытых дверей в белорусских усадьбах. По традиции, в это время хозяева субъектов туристической деятельности показывают желающим свои дома, рассказывают о предлагаемых услугах, достопримечательностях и готовят угощения. Наша съемочная группа посетила два аутентичных шале в Брестском регионе и узнала, что такое настоящий агроэкотуризм по-белорусски. Агроусадьба Павлинка в деревне Чернавщицы Каменецкого района стала первым объектом экотуризма, который посетила наша съемочная группа. Гостевой дом был построен пять лет назад и за это время завоевал репутацию райского уголка для тех, кто любит настоящий деревенский колорит в современном оброблении. Владимир Здоровцов, хозяин аутентичного шале и автор внутреннего и внешнего убранства, выступил в качестве гида и провел для нас познавательную экскурсию по своей усадьбе. Посмотреть было на что. Составленная мебель из натурального дерева, дубовые балки на потолках, баня с дровяной печью. По словам Владимира, открывая семейный агротуристический бизнес, они делали ставки на высокое качество обслуживания, комфорт и уют. Именно это характерно для многих западных агроусадеб, после посещения которых семья Здоровцовских решила создать свой белорусский агроэкотуризм. Мы выезжали периодически в Польскую республику и останавливаясь на ночлег для проживания снимали жилье. Оно называлось агротуристыка. Было еще это совершенно нам непонятно и незнакомо, еще этого совершенно не было в Белоруссии. И мы думали, вот было бы такое в Белоруссии. Здорово. И в конце концов это появилось, движение. Ну и решили мы включиться. В 23 километрах от Павлинки в деревне Голый Борок расположился еще один уголок нетронутой природы, который посетила наша съемочная группа. Им стала агроэкоусадьба «Калинка-2». На берегу Пущанской реки на 16 сотках считание Липович возвела двухэтажный уютный дом с шестью спальнями, в котором царит настоящая деревенская атмосфера. «Калинка-2» – это второй объект агроэкотуризма, авторами которого являются Зоя и Юрий. Первая агроусадьба, созданная этой семьей, находится в деревне Чернавчицо Каменецкого района. Учесть все пожелания гостей – первая задача для супружеской пары, с которой, к слову, они успешно справляются. Туристам, которые уже успели посетить агроусадьбу, нравится это место прежде всего за его близость к природе. «Во-первых, река, лес, деревня старая, такая колоритная, жители такие в возрасте, будем говорить, со своим, да, старожилы, со своим менталитетом. Ну, мне нравится вот этот уклад их жизни здесь. И здесь еще, конечно, это тупик деревни, где мы, по сути дела, никому не мешаем, потому что, конечно, бывают и шумные какие-то компании попадаются, и всякие. Так здесь вот самое для этого место». Кто бы сюда не приезжал, говорит, у вас тут биоэнергетика. Как ее измерить, в чем она там дозируется, я не знаю. Но люди просто чувствуют это место. Тут еще не было дома, тут был просто такой маленький хаос природный. Вот. Заросли и бурьян, но чувствовалось, есть потенциал. И когда мы все это очистили, мы это почувствовали. Да, это то место, где хочется даже самому жить. И этой радостью хочется с другими поделиться. Вместе с туристами посидеть где-то вечерком, когда все дела сделаны, поговорить, послушать тишину, как говорят голландцы. Пойдем слушать тишину. В планах у хозяев «Калинки-2» построить баню, беседку, кемпинговую площадку, а также создать безбарьерную суду для инвалидов. Это аутентичное шале, одно из 300 расположенных на территории Брестской области. Чистый воздух, толерантность белорусского народа, приемлемые цены, а главное – уникальная природа. Все это, безусловно, притягивает гостей из-за рубежа и делает агроэкотуризм настоящей жемчужиной и визитной каточкой нашей страны. Сегодня во всем мире проходит день без табака. Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов человеческих жизней, при этом более 600 тысяч человек не являются активными курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. Если тенденции по росту числа никотинзависимых будут продолжаться, то уже к 2030 году эти цифры значительно вырастут. Для того, чтобы не допустить подобного отрицательного роста, в нашей стране уже не первый год проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение числа курящих. Результаты уже есть, но о полной победе над вредной привычкой говорить пока рано. Насколько устойчива положительная динамика? Почему пассивное курение приносит больший вред? И какие еще меры могут помочь в решении ситуации? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в материале Анастасии Стропко. О том, что курить вредно, знает практически каждый. Многие, даже не будучи причастными к медицине, сходу могут назвать не один десяток болезней, осложнений и симптомов пагубного воздействия никотина на организм человека. Антитабачная реклама, которая расположена повсеместно, настойчиво предупреждает о том, какие последствия влечет за собой подобное пристрастие. Но, к сожалению, далеко не всегда призывы медиков о бережном отношении к своему здоровью выполняются на практике. По результатам социологического исследования в нашей стране регулярно наносят непоправимый табачный вред своему организму более 30% населения. Действительно эффективной мерой профилактики является информирование населения, привлечение внимания населения к рискам, связанные с последствиями потребления табака. Именно такую цель ставит Всемирная организация здравоохранения в текущем году. В табачном дыме присутствует около 4000 химических соединений, из которых по меньшей мере 250 известны как вредные, а более 50 – канцерогены. Сложно представить, что человек самостоятельно и осознанно подвергает свой организм такому воздействию. Несмотря на то, что в течение последних лет в нашей стране проделана значительная работа по борьбе с табакокурением, актуальность проблемы остается. В качестве положительных тенденций можно отметить то, что более половины курящих хотели бы избавиться от этого пристрастия. Но курение – это серьезная зависимость и во многом психологическая, поэтому решить проблему одномоментной самостоятельно удается далеко не всегда. Часто необходима помощь специалистов. Если человек настроен избавиться от пагубной привычки и не может самостоятельно с этим справиться, я считаю, что нужно обратиться к психотерапевту. Не нужно идти к псевдоврачам, к шарлатанам, которые обещают за какие-то деньги избавить вас от привычки, а нужно обратиться к врачу-психотерапевту, который поможет своими методами лечения избавиться от этой привычки. В списке пунктов, которые должны убедить человека раз и навсегда отказаться от табака, не последнее место занимает такой аспект, как своеобразное принуждение к пассивному курению. Часто курильщики не задумываются о том, что свою дозу никотина получают не только они, но и люди, находящиеся рядом, на здоровье которых подобная вредная привычка оказывает куда большее влияние. Для того, чтобы получить свое заболевание, как последствия курения, не обязательно курить сигареты. К сожалению, на сегодняшний день распространено такое явление, как пассивное курение. Проводилось популяционное исследование, по результатам которого в семейных парах, где курит один из членов семьи, риск заболеть раком легкого у некурящих членов этой семьи возрастает на 30%. Среди мер, которые должны помочь в борьбе с курением, специалисты называют как агитационно-информационную работу и антитабачные меры на уровне законодательства, к примеру, запрет на рекламу табачных изделий, так и увеличение их стоимости. По данным исследований, повышение налога, вызывающее рост цен на сигареты на 10%, приводит к уменьшению их потребления до 8%. Порой экономический фактор действует лучше любых убеждений. И может быть, человек, не пощадивший своего здоровья, острее почувствует необходимость бросить курить, когда это будет существенно отражаться на его бюджете. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Сегодня для 145 тысяч выпускников страны прозвенел последний звонок. Незабываемое, волнующее событие в жизни каждого человека, символизирующее окончание школы. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, любовные записки и невыученные уроки. А впереди самостоятельная, взрослая жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями и новыми достижениями. Поздравить выпускников Брестского лицея имени Александра Сергеевича Пушкина приехал губернатор региона Константин Сумар. Помнит ли свой первый звонок лицеисты? Помнит ли его руководитель области? И какой сюрприз ждал его на майской линейке 2014? Ответ на эти вопросы вы узнаете из материала Виктории Драгобецкой. Сегодня в классах и коридорах Брестского лицея номер один без труда можно было встретить девушек в школьных платьицах и нарядных передниках, а парней в строгих костюмах с галстуками. Лицеисты в этом году не изменили традиции встречать свой последний звонок в школьной форме советских времен. В этот день они принимают поздравления от учителей, родных и близких, пишут на красных лентах пожелания своим друзьям по школьной скамье и уже с грустью собинают о днях, проведенных в родном учебном заведении. Я сегодня и радуюсь, и плачу. Радуюсь, потому что уже закончилось, уже начинается новый этап. А плачу, не хочется покидать своих учителей, кидать богов. Они все очень хорошие, нам помогали. Тут очень много людей новых повстречало, и это здорово, потому что общение и друзья, и как бы очень много новой информации, и как бы школы и уроки помогают определиться, чего ты хочешь в будущем. Ну и, конечно, вот когда списываешь, эти незабываемые ощущения. Я даже не могу представить, что я больше никогда не приду в лицей, что никогда не услышу гимн, не спою его. Ну, как-то я привыкла к этому месту, и столько эмоций, что я уже заканчиваю школу, я помню свой 1 сентября, а тут я уже стою на линейке и скоро поступать в университет. В отличие от сентиментальных одноклассниц, молодые люди, как и подобает настоящим мужчинам, не давали волю эмоций. Были сдержаны, и последний звонок воспринимали как события ответственные. Больше говорили о планах и о вузах, которые собираются штурмовать этим летом. Лично мне, лично у меня смешанные мысли. Я бы, в принципе, еще хотел остаться, но за два года много чего испытал, эмоций всяких. И, с другой стороны, хочется уже двигаться дальше и поступать в университет. Ну, я планирую штурмовать, как вы говорите, Санкт-Петербургский электротехнический университет. Пока что успехи в своем деле есть, и надеюсь, что я продолжу там обучение после лицея. На торжественной линейке выпускников лицея ждал сюрприз. Поздравить их с окончанием школы и сказать добрые слова на пусте приехал губернатор региона Константин Сумар. Однако представители администрации учебного заведения также не остались в долгу и преподнесли почетному гостю неизменный символ окончания школьной жизни – красную ленту с надписью «Выпускник-2014». А звуки школьного вальса настолько закружили всех присутствующих в отвороте воспоминаний, что, оказалось, каждый представлял себя на месте танцующей пары выпускников. Наверное, каждый, кто стоял на торжественной майской линейке и провожал своих детей во взрослую жизнь, вспоминал родные коридоры своей школы, любимых учителей, свой последний звонок и ощущение свободы. Какие воспоминания навевает трель школьного колокольчика на представительного губернатора? Мой последний звонок, может быть, не таким был красочным, как сегодня мы видели в лицее нашим, но, поверьте, он запомнился мне на всю жизнь, потому что что такое последний славнопустие учителей, которые тебя 10 лет вели по за руку, по вот этим коридорам знаний. И что такое уже чувствовать себя завтра самостоятельным человеком, но особенно чувствовать свою ответственность, потому что ты идешь уже в путь, в который сам выбираешь уже. И, конечно же, есть разные сомнения. У меня были тогда сомнения, что получится. Будет то, что я планирую, не будет. Ну и я думаю, что у каждого выпускника нашего такие и сомнения, и определенные есть желания, и мечты определенные есть, которые каждый думает, что они обязательно вспомнятся. Сегодня выпускники были героями дня. Для них звучали школьные песни, взлетали голуби и шары. Родители и педагоги желали ни пуха, ни пера на вступительных экзаменах. В этот торжественный день хочется сказать нашим ребятам самые теплые слова. Пожелать всего самого доброго и хорошего. Что все то добро, все то тепло, которое они получили у нас здесь в лицее, оно пошло дальше по планете. И чтобы им повезло в жизни, чтобы крылья удачи понесли их дальше. И чтобы мы всегда ими гордились, нашими выпускниками. Право дать последний звонок было предоставлено лучшим выпускникам учебного заведения. По звонку и трель школьного колокольчика вчерашние 11-классницы уже не сдерживали слез. Слез грусти и одновременно радости. Не зря последнюю линейку часто называют праздником уходящего детства, символизирующим прощание с определенным этапом жизни и встречу с неизведанным и таким загадочным будущим, в котором обязательно все получится. Конечно же, будут разные проблемы возникать, будут неудачи определенные в жизни. Но когда уже человек нацелен, когда он имеет уже свой определенный стержень, все у него получится. Самое главное, и вообще по жизни не стараться где-то выбрать какие-то легкие пути. Если пристроиться только к одному берегу, только к другому, обязательно ничего не получится. Надо, если выбрать путь, идти по этому пути серьезно, не сворачивая, и делать все возможное, что так получилось. Тогда все будет. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Дети – это наше будущее. И именно от того, каким образом они будут получать знания, учиться, как реализовывать себя и свои силы, на каких людей равняться, зависит будущее синекой. Поэтому политика белорусского государства учитывает и предусматривает не только патриотическое воспитание юного белоруса, но и обеспечивает ему достойное детство, а также хорошие условия для проживания и обучения. Сегодня в средней школе деревни Тельмы прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. В честь одного из самых любимых школьных праздников руководство Белагропромбанка подготовило первоклассникам памятные подарки. О том, каким был последний звонок в средней школе деревни Тельмы и необычной акции, подробнее в нашем следующем сюжете. Последний звонок. Этот праздник в сердцах многих из нас остался ярким воспоминанием, наполненным в равной мере грустью и радостью. Радостью, потому что закончился учебный год. Настало долгожданное время отложить в сторону учебники и тетради и дать волю желанию весь день гулять и веселиться. Грустью, потому что на три месяца школа закрыла свои двери. Веселые переменки будут ждать сентябрь. Особенно тоскливо в этот день выпускникам. Спустя каких-то две недели они разлетятся по другим городам, будут готовиться к вступительным испытаниям в среднеспециальные и высшие учебные заведения. Отпускать всегда очень трудно. И это уже девятнадцатый, наверное, выпуск в моей жизни. Поэтому, хоть и работаю здесь всего лишь год, но они уже и за год стали мне такими же близкими и родными, как когда-то в пятнадцатой школе были мои выпускники. Поэтому, конечно, грустно, конечно, трудно отпускать. Но верю, что у них все получится. Такова жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Ярким и запоминающимся этот школьный праздник стал для тельмовских первоклассников. Они были также в числе главных героев мероприятия. На этой линейке первоклассники проявили себя как настоящие артисты. Они подготовили вместе со своими педагогами большую концертную программу. И именно этих ребят в праздничный день ожидали необычные подарки. Благодаря акции «Подари ребенку мяч», которая проводится управлением банка, совместно с Белорусской Федерацией футбола, а также управлением образования, каждый первоклассник получил памятный сувенир. Ведь, несмотря на то, что современные технологии интенсивно движутся вперед, обычные игры с мячом на улице не теряют актуальности. Сегодня на этой торжественной линейке «Прощание с букварем» Белогропромбанк вместе с Ассоциацией Федерации футбола и Министерством образования Республики Беларусь проводят акцию «Подари ребенку каждому футбольный мяч». Эта акция, мы надеемся, что дети, занимаясь спортом, станут сильными, здоровыми. Какими бы ни были современными сейчас и игры, и компьютеры, все равно мы возвращаемся к самому простому, к мячу. Я думаю, мячи – это радость просто детям на лето. Прозвенел последний звонок, прозвучали песни и поздравления. Закончился учебный год. Для кого-то он был удачный, для кого-то – таким, как всегда. Главное, он был ярким и насыщенным, наполненным веселыми праздниками и усердными занятиями. Победы и поражения, радости и горести – все это сплотило ребят, сделало их школьный коллектив еще более дружным. Время пройдет быстро, и через каких-то 10 лет на месте сегодняшних выпускников будут стоять уже взрослые, сегодняшние первоклассники, которые пронесут через годы заложенные в них школьные традиции, сохранят в себе те искренние и добрые чувства, которые переполняли их 31 мая 2014 года. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями. До встречи в эфире. В воскресный день и первый рабочий день недели в понедельник на погоду Беларуси окажут влияние атмосферные фронты южного циклона, смещающегося с Одесской области на юго-восток Польши. В Брестском крае будет преобладать пасмурная погода, пройдут дожди различной интенсивности. В понедельник погремят грозы, в дневные часы возможен град. При грозах шквалистый ветер переменных направлений. 1 июня температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12-14 градусов ночью и 10-12 в течение дня. 2 июня станет чуть теплее до 12 ночью, днем воздух прогреется до 18 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова